Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь. Я, как всегда, пока только посмотрела утренний видеоролик, они как-то, вы знаете, меня прикалывают больше. Ну, Нина обычно у нас заряжена позитивом от комментариев, она же сама об этом говорит. Пока там проснусь, пока туда-сюда, пока комментарии почитаю, пока заряжусь позитивом, и её обычно всегда с утреца не в ту степь несёт. Ну, а для начала хочу сказать своим зрителям по поводу ответки Ветровой. Ребят, ну никаких ответок не будет. Я высказала своё мнение. Всё. Какие могут быть ответки? Ей сейчас все немилы. Она сейчас хватается за всех, кто меня защищает и за меня заступается. Для неё сейчас все враги. Ну, собственно, чем она занимается? Она занимается тем же, чем и занималась. С одних перешла на других. Вот шопить эти фотографии, выкладывать, цеплять Лену Премудрую, в комментариях поласкать Галинку-Малинку. Одна бы ещё фото выставляла реальные, а то шопить фотки, но это настолько низко, при том, что Премудрую-то я видела, и Лену видела, и мужа её видела. И то, что выкладывает Ветрова в сообществе, ну, правда, это уже совсем никуда не годится. Это как надо низко пасть, чтобы вот шопить фотки и выкладывать. Ну, наверное, чтобы на фоне отшопленных фоток выглядеть идеально самой. Так что, ребят, это что касается Ветровой. Ну, а дальше мы переключаемся на пиратов. А у нас у Нинки новости, да, новый контент, контент с дождём. Нина стоит на балконе, горлопанит песней и радуется дождику, который быстро-быстро высохнет потом, очень-очень быстро. Ну, ребят, и правда, как я и говорила, после пивасика Нинка вся надутая, как будто её искусали пчёлы. Вот, казалось бы, свежо, дождик, прохладненько, нет жары. Ещё, сказала, скандем, они там спят. Надо быть свеженькой. Но нет, Нинок, как покусанная пчёлами. Дальше Нинок переместилась на кухню. Ну, конечно же, куда же ещё? Нужно же есть готовить, нужно же быстрее что-то пожрать. Несколько раз она повторила, что надо Вовку подстричь, и погода такая, да. Ну, сейчас получается, что, видимо, весь контент у неё на этом будет строиться, что надо Вовоньку в порядок привезти, любимого сынульку. И дальше Нинка бодяжила плов. Достала, слушайте, этот рассол, да, желе это от рульки, которая простояла сколько там, два дня в холодильнике, и решила перемешать. Масло сливочное – это желе и плов. Фу! Слушайте, интересно мне, Ихни опы как, выдержат или не выдержат, или там свищ будет ужасный. Хотя, вы знаете, глядя на Уралку, глядя на пиратов, я всё больше и больше понимаю, что желудки там лужёные, и гвозди переварят. Ну, и дальше опять какой-то там у неё комментарий, какая-то комментаторша. Что интересно, Надзенни. У неё там все Надзенни. Она там со всеми Надзенни общается. Не знаю, кто там ей пишет, я к ней на Дзен не хожу. И якобы она сначала хейтила Нинку, потом уже Нина с ней пообщалась, и она стала якобы поддерживать пиратов. Ну, а потом начала давать там какие-то советы. То снимайте, то снимайте. И Нина, значит, заявила, это мой канал, и я буду снимать, что хочу. И она снова начала хейтить. Слушайте, ребят, Я что-то не вижу, если взять Ютуб, чтобы её кто-то не хейтил. Ну, тут в комментариях, ребят, на Ютубе-то один сплошной хейт, и другого просто-напросто быть не может, да? У неё в комментариях найти положительный какой-то коммент с поддержкой очень сложно найти. Но ей же так хочется. Ей же так хочется. И вот, знаете, хоть нафантазировать тему с комментаторшей, но и это ей очень нужно. Наверное, доказать, что они успешные, их любят, но вот просто неправильно понимают. Дальше ещё в плов кашу она накромсала мясо. Это что, шашлык, который они не доели и закупили там многовато? Или как? Чё за мясо она туда ещё нарезала? Водички добавила сейчас, рассольчик от рульки. Ну, как раз, знаете, это поросят покормить. Но для Нины и Фофоньки и это сойдёт. Вон как супчик с яичком доедали, разбодяженный водой. И чтоб погуще было, да, яйца туда бухало. Но это, в принципе, уже по правилам Нинки так всегда. Остатки сладкие, они с водичком, они с яичком. Ну, а чё добро пропадать? Хороший комментарий написали пиратки. Нина, как испорченная пластинка. Одно и то же. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Полтора месяца в Таиланде, и что мы видим? Только Нину и исключительно Нину. На улице, на базаре, в магазине, дом. Иногда прорывается муж со своими глупостями. А где прекрасная восточная страна? Где море без столба в синих очечах? Где? Оказывается, это мы пришли к тебе в гости. Хреновая ты хозяйка. Впрочем, как и в реальной жизни. И вот, получается, зацепила тему, да, какого-то комментария. Хотя я каждый раз задаюсь вопросом, кто ей пишет, что это за писаки такие таинственные, которые ей написывают, и Нина посвящает прям целый видос. Понимаете, поговорить совсем уже не о чем. Я посмотрела этот утренний видос всего лишь на 11 200 просмотров. Становишься ты, пиратка, совсем неинтересной. Ну, совсем неинтересной. Я говорю, у меня у самой смех берет. Можно подумать, она когда-то и где-то в каком-то месте была интересной. Кстати, ребят, в комментариях написали, это она про Ветрову, якобы про комментарий. И в ответе к комментарию, что якобы, ну, Ветрова не знает, как вымолить у пиратов прощение. Хотя, если честно, я не знаю. У Нинки тема с комментариями, это уж такая, знаете, популярная тема. Популярная тема, чтобы было о чем поговорить. Ей же постоянно кто-то пишет, как она говорит. Ой, а мне на дзене написали. Это якобы, чтобы на дзен бежали, видосы смотрели, комментарии читали. У нее просто хитрый ход и плюс контент. Песни, ребят, горлопанит каждый раз новую. Но хоть бы слова знала хоть в одной песне и правильно пела. Вокалистка, блин. Короче, Нинка отстала к холодильнику, туда-сюда. Ребят, а тапки у нее все чернее и чернее. Как ей пишут, тапки от кутюр. Слушайте, тут в комментариях про эти тапки просто трешня. И что не ролик с утреца, ну, с утреца это для нас, да, а у Нинки это всегда обед, то постоянно какие-то оправдания. Постоянно цепляет комментарии. Да я, говорит, не буду ни перед кем оправдываться. Да комментарии не смотрю, не читаю. Одни сплошные оправдания. Значит, все верно, Нина говорит, что заряжается позитивом, с утреца пока подымется с кровати до обеда, да, и потом ее несет не в ту степь. А плюс еще бодунец ее накрывает. Поэтому мы каждое утро, ну, день, видим вечно злую, трясущуюся Нину. Кстати, подписчики, любимчики, кто там фанатеет за Ниной, купите ей, в конце концов, тапки, подарите ей новые тапки, но только не белые, а то этот ужас уже будет на следующий день, такой, который мы видим сейчас. Дальше Нине написали комментарий. Ставлю дизлайк за то, что не было сиська жопотряс. Я за то, чтобы сиська жопотряс был в каждом видео. Ну, в принципе, Нинок же говорила, что этим зарабатывает, да? И ртом еще. Жрущий рот мы видим каждый день, да? А вот сиська жопотряс зажала Нина, а говорила, зарабатывает сиська жопотрясом. Ну и золотые слова. Утро счастливой женщины начинается с выяснения отношений с невидимыми людьми. Ты одна, Нинка, одна, да нельзя червяка называть лебедем, как бы он не пытался внушить обратное. На самом деле, да, это уже как правило. Каждое утро у нее три сучка. Каждое утро она кого-то отчитывает. Каждое утро у нее какие-то отмазки. Она постоянно что-то хочет доказать. Рассмотры падают. Хейта становится больше. И нет, чтобы и правда что-то поменять, да, что-то новое показывать на своем канале. Она продолжает, продолжает вызывать у людей к себе отвращение и негатив. Не надо, говорит, мной очаровываться, чтобы потом разочаровываться. Нин, покажи мне хоть одного, кто очарован тобой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok